И у тебя камера, и у меня. Всем привет, наши хорошие! Мы начинаем новый влог. Я решила его начинать сегодня прямо с машины, потому что мы сегодня... Блин, как мы с Беларуси приехали, мы еще никуда не выезжали. Вот так, в торговый центр куда-то или погулять. Мы максимум выезжали, по-моему, на день рождения, к Елене. А к Леносик хэппи. И все, я вообще чуть не помню, чтобы мы куда-то выезжали. Ну вот, я имею в виду по делам, на почту, туда-сюда, обратно. Мне прям нигде не хотелось тусить. И сегодня впервые, уже сколько прошло времени, мы решили поехать в торговый центр. Потому что я хочу, да, не купить комбинезон какой-нибудь непромыкаемый, непродуваемый. Вот. Ну, чтобы была замена какая-то. А то у нас, кроме вот этого костюма, который мы брали в Заре, на сегодняшний день по нашему размеру больше ничего тепленького-то и нет. Нужна замена. И комбинезона у нас не было. У нас был полукомбинезон. Мне он очень нравился. Но он уже маленький. Я его отдала уже. Очень классный. Кстати, дорогой мы выбрали, по-моему, там, не знаю, пять или шесть тысяч он стоил, полукомбинезон. Это Рейма, что ли, фирма. По-моему, она. И он так классно сидел. Или не Рейма. Ну, какой-то там в торговом центре Горизонт мы взяли. Он прям так идеально сидел. Но два сезона нам хватило. Вот. А в этот раз хочется взять тоже что-то такое. Цена-качество хорошее. Я искала все и на Вайлдберис, и на Озон, и в Спортмастере смотрела. А потом думаю, блин, надо все-таки мерить. Вот так вот наобум брать. Что-то совсем не хочется. Тем более, они не дешевые. Я вообще, когда зашла, увидела комбинезоны Рейма, там, от десяти тысяч, одиннадцать, двенадцать. Думаю, да ну нафиг, что за цены вообще. Это вот просто, да. Так комбинезоны, мне кажется, из них еще больше вырастаешь. Или с ними неудобно. Ну, то, что они цельные, да. То есть, мне кажется, они вообще на один сезон их подбираешь. Ну, короче, посмотрим. В общем, решили пойти. Позвонила брату сейчас. Они тоже сейчас там одевали Настюшку. Тоже подъедут в торговый центр Горизонт. Я еще кофе хочу купить. В общем, посмотрим вообще, что там, как обстоят дела. С QR-кодами. Че как. Посмотрим. Берем вас с собой. А еще, кстати, вам хотела сказать, что вот эти вот дни все вообще. Я такая молодец. У меня получается реально отдыхать. То есть, я чувствую, что я не замороченная. И вот у меня на сегодня, представляете, вот так я все разложила, что сегодня воскресенье. Главные дела у меня только. Съездить в торговый центр и все. И купить, да и не что-то. А остальной день делай, что хочешь. Потому что снимать мы сегодня не будем. Монтировать мы сегодня не будем. Все как бы есть, да, у нас на понедельник. Вот. Но зато на понедельник у меня уже целый список дел. Что боюсь, я все не успею. Даже придется немножечко, наверное, переделать, переправить, переменить. Да, потому что из-за машины, то, что мне нужно ее отнести на своих плечах в сервис, из-за этого, ну, как бы много чего рушится. Потому что на этот целый день надо убить. Вот. А в понедельник очень много дел. И съемки, и отправка всего, и доставки взять. Ну, короче, очень много ответственных дел. Вот. А во вторник, а во вторник у меня брови. И тоже с утра, и до вечера. И, короче, в понедельник, в вторник я, наверное, ее не смогу отвезти. Может быть, на среду тогда уже это оставлю. Так, с понедельника, наверное, все туда как попрут после выходных. Так что в среду, наверное. Пока без музыки побудем. Пока буду вам петь сама. Давай споем, Даньчонь. Все, да нету телефона. Нету телефона? Десять рублей. Девочки, десять рублей еще бумажные. Десять рублей. На очки. Попи-мач. Надевай. Ну, как тебе? Никак. Такой ты модный мальчик. Мы приехали. Нашла тут козырное местечко. Решила, кстати, сейчас зайти еще в фамилию. Гляну, что там. Там бывают какие-то интересные модельки. Редко, конечно, на детей вообще-то мало что. Ну, пойдем посмотрим. Мы здесь рядом. Так, мы зашли. На входе ничего у нас не проверяли. Так. Хочу-хочу комбинезончик. Сейчас найду комбинезончик и буду показывать. Смотрите, куртка как у нас. Прям. Только это не Зара. Это колезион какой-то. Стоила она типа 7300. 7400 сейчас за 3 продается. Очень похожая на нашу. Ой, прикольные курточки тут. Кстати, красивенькие такие, глянь. Вот это 3200. Стоило опять 500. Симпотно. Блин, бы. Вот бы мне комбез найти. Классный. Так, полукомбез завяжу. Но это для маленьких. Штанишки теплые. 1500 всего. Стоили 3. Ну что, что это за фирма? У нас они теплые. Прям вообще трындец. А размер еще. Тут мерить надо, наверное, все. Цена хорошая, кстати. Цвет синий. Но они такие без резинки. Вот такие вот здесь внутри идут. Так, ну вот этот. Тоже, по-моему, наш похож размер. Тоже 1800. Хорошая цена. Только фирму не пойму. Слушайте, полукомбез за 1800. Прям подарок. Здесь резиночки есть. Короче, сейчас что-нибудь наберу. Потом покажу, что будем мерить. Надо размер. А, 104. А у нас 110. Нет, это будет маленький. Так, Дэня нашел себе подарок уже. Что-то там с водичкой. Он любит в ванне с водичкой. Короче, тут с водичкой какая-то штука прикольная. А я, смотрите, нашла какую куртку интересную. Прикольная? А у меня такая есть. Я на шейн заказала только коротенькая. Ну вот я имею в виду, что прикольный такой. Видите, он не черный, не серебристый. Но он как-то так мерцает. При этом он вытирается. А похож на бархат чем-то. Сколько такая стоит, интересно. Че, почем тут. Стоило 14 500, а сейчас 6 500. Модтекс. Фирма. Вот, тут еще есть в таком же размере. Две, короче, все, 52-го размера еще. Короче, курточек здесь много прикольненьких. Так, мы еще смотрим. Тут хочу костюм глянуть. Здесь есть, нет? Кужаная. Кужаная такое платье, рубашка. Костюм с начесом. Есть ли тут? Или нет? Комбезов детских нет здесь. Вот расстройство. Ух ты, смотрите, что это такое миленькое. 1439, а стоило 6 500. Слушайте, зайчик, иди сюда, подожди. Гладкое такое темка. А они не все, кстати. Вот это 2 239. А, ну, оно здесь еще вот так. Слушайте. Прикольная. Ну, такая она, конечно, не супер. Такая прям устойчивая, но что-то в этом есть. Ой, а вот какая красота. Смотрите, 1339. Красиво вот я просто смотрю. Мне нравится. Блин, может, себе домой что-то такое взять? Симпатичное. Что это вообще? Стеллаж просто пишут. Вот это симпатичный стеллажец. Беленький. Куда я его поставлю? Зачем? Вот так вот бывает, девочки. Вот так влюблюсь, понимаете. Нравится мне. А куда поставить, и не знаю даже. Пуфики вот эти вот классненькие. 2 399. А стоили 4000. Стульчики вот эти классные. Мне нравится все. Мне все нравится. Здесь хранить еще что-нибудь можно. Розинки прикольные. 1700. Я вот зеркало в туалет хочу повесить какое-нибудь. Симпатичное. Чтоб оно подходило мне. Придурки. В интерьер. 300 стоило. 1000 рублей сейчас стоит. За арахом. Прикиньте. Ни халям-балям вам. Только оно тут треснутое, по-моему. Так, а вот это что такое? А это просто вот так. Ой, смотрите, какая штучка. Аккуратно, длин зеркала. Не разбить будут что-нибудь, пока смотришь. Вот эта штучка, смотрите, просто вешаешь, а на нее еще что-нибудь можно вешать, да? Такая вот. 100 330, сейчас 400 рублей. Панно. Вот такое. 300 часов. Прикольно, да? Так, вот зеркальце вижу. 300 часов. 300 часов. Вообще не за этим пришла, как всегда. Знаете, вот придешь за одним, 149 рублей, что такое? Что это? Лампа ночника с цветных блоков. Ну, куда идти глянуть? Надо заглянуть. А, просто вот такие вот несколько штучек. Понятно. 140 рублей вообще дешево. Стоило сколько? А, стоило 613. Стоило, в принципе, тоже недорого. Так, ну что, купили деньги. Эту штуку, которую он выбрал. Я, знаете, люблю ему покупать что-то, что он сам выбирает. Я даже к игрушкам не подходила, честно говоря, и собиралась ему покупать игрушку. Но он что-то увидел, взял и все, и начал ходить с ней. И я понимаю, что значит он в это будет играть, значит это интересно ему. Вот, 1200 рублей заплатили. Сейчас положим в машину и пойдем дальше в торговый центр. Зайчик, смотри под ножки, ладно? Пойдем в машину положим. А вечером покажу. Так, мы прошли с главного входа, проверяют QR-коды. Вот, но видно, что люди сами особо не рады, вот это вот им сказали проверять. И они, короче, проверяют. Так, мы зашли. Идем сейчас в детский мир. Я думаю, может раздеться, чтобы в одежде не ходить. Раз мы сюда зашли, как-то надо провести время с пользой. Так, я вспомнила, что еще есть магазинчик Mother Care. Сейчас мы тут посмотрим, что почем у нас есть тут. Что за цены на полукомбинезон? Это 104 размер. Ну-ка. И что? А, тут цен не висит, по-моему, да, насколько я помню? Так, ладно, сейчас смотрю. Так, здесь у них 104. Самый большой размер. Как сказали, выходите в детский мир. Что-то прямо и выходите. Здесь что ли? Идем, зайка, в детский мир. Мы в детском мире всегда что-то находим. Вот. Так, здесь у нас магазинчики такие. Мы должны добраться до детского мира. Гулливер. Тут цены космос, я знаю. Начнем с детского мира. Если мы там ничего не найдем, мы всегда вот так вот все обойдем, а потом в детский мир идем и там покупаем цена-качество. О, вот он, детский мир. Еще в Котофее мне нравится, но у них с одеждой поменьше. Выбор чуть-чуть. Надо было нам, конечно, раздеться. Очень жарко тут. А вот я вижу уже комбинезончики, которые видела на сайте. Такие вот прикольненькие. 98. Вот цена здесь должна быть 3... Ну, 4 тысячи, короче. Ну, 3200, вот такие 3999. Сейчас посмотрим. Этот 5. Такой вот еще зеленый был, яркий. Интересно. Так, ну-ка встань, покрутись, иди сюда. Короче, на 110 наш размер. Мы взяли 116, и он прям, ну, прям вообще, мне кажется, прям наш размер. Но на один год, я думаю, в следующем. Не надо ничего нажимать, Дань. В следующем, я думаю, он будет уже маловат, наверное. А ну, капюшон надень. Вот. Ну, он теплый, он прям там внутри. Ну, что, сам тепло ли тебе? Котик мой. Внутри на флисе. Здесь у нас такая штучка резиновая, специальная, Дэн. Короче, ну, тепло будет. Давай второй померим. Второй у нас такой, синий с черным. Короче говоря, они на сайте стоят 3200, а здесь 4000. Можно просто заказать через сайт, подойти в кассе с ним уже и оплатить. Все просто. 15% скидка будет. Смотрите, видите, он теплый какой здесь. Яркий. Вот этот чуть подороже, 5,5 стоит. Не знаю, сколько он на сайте, но он в нем выглядит как будто побольше чуть-чуть. Тот, мне кажется, ему по фигуре больше сидит. Повернись. Здесь резинка, я смотрю, спереди и сзади. Хотя нет, это тоже неплохо. Черный зад такой. Здесь уже с резиночкой. Надо посмотреть, сколько он на сайте стоит. Даже не знаю, какой лучше, если честно, но этот дороже на полторы тысячи получается. Космонавт маленький. Короче, вот этот за 4300 будет. Ой, тут еще капюшон отстегивается. День, какой тебе больше понравился? Вот этот, оранжевый или зеленый, желтый? Зеленый, желтый. Вот этот больше понравился, да? Но мне кажется, вот этот, он чуть-чуть даже потеплее. Вот этот как будто чуть-чуть потоньше. Вот. Но как-то он даже... Вот этот, считай, потоньше, но смотрится как-то объемнее на нем. Может, ему надо размер другой. Но Деньке зелененький понравился. Вот такой вот еще вариант есть. Но как раз числится он, что есть 116 размер, а на стендах нет. Говорят, делайте интернет-заказ, будут искать. Ну вот я смотрю. Сейчас смотрю. Смотрю. Мне кажется, вот эта штука будет все время пачкаться. Руки грязные, да? И надо будет его весь стирать только из-за вот этого светлого. А здесь все темненькое. И не надо будет так часто. Тем более ему голубой идет. Денька, какой тебе больше нравится? Вот этот или вот этот? Вот этот. Уже который мерили, наверное. Он под глаза подходит. Короче, возьму. У меня вообще все вместе получилось. 2700 с чем-то. Прикиньте, еще бонусы дополнительные. Кстати, с братом мы так и не встретились. Потому что они, короче, поехали мимо горизонта. Что-то проехали. Поворот, что ли, я так поняла. Уехали куда-то дальше. В итоге голодные. Он звонит и говорит, короче, мы решили все-таки не ехать в этот горизонт. Говорит, мы есть, хотим, едем уже на район кушать. Я говорю, ну давайте. Я, в принципе, не собиралась тут тусить. Мы что-то оделись. Очень тепло, на самом деле. А в детском мире вообще жарища какая. И я даже в своем костюме, вот этом с начесом, еще надо было без начеса одевать костюм. Короче, очень жарко. У нас еще тепло в городе и в помещении. И я сейчас ехала и думала, что как раз вот я комбинезон ему беру специально вот утром, когда мы в садик идем, ветер какой-то или еще что-то, гуляет он в садике тоже и подолгу. Хорошо бы гулять в комбинезоне. А под низ одеваешь вещи, в которых он будет в садике. Это вообще будет суперудобно. А когда мы будем в торговый центр ехать куда-то, то я ему буду одевать, вот постираю как раз этот костюм заровский. И все. Можно так снять вверх, а в штанах вот в этих ходить. У ПТЦ. Потому что очень жарко, ну очень. Вот. Короче, все не так страшно, как мне казалось. Мне казалось, что прям, знаете, все серьезно. Тут на каждом входе, блин, аппараты. Ну, сканируют, да. Ну, короче, все не так серьезно. Я прям не хотела ехать. Все равно какая-то обстановочка напряженная чувствуется в торговом центре. Знаете, такие напряженные все, нерасслабленные люди. Это ощущается. Вот. И, короче, не стало. Я сейчас думала пойти в Макдональдс, там гамбургер съесть. Давно мы что-то не ели. А потом думаю, да, не хочу. Лучше в машинке своей посидеть, романтику с Денечкой устроить. Да? Пристегивайся. Поехали в Макдональдс. Чем в торговом центре. Уже так хотелось быстрее выйти из него. Детский мир меня, кстати, порадовал. Ну, я приду домой, я покажу на Деньке по мере кофе. А, вы уже видели, да, как он смотрится, короче. А, покажу кофточку тогда какую. Взяли и скажу, сколько мне все это дело вышло вообще. Детский мир удивляет. А вообще, вы знаете, вот я сейчас еду и просто думаю о том, что как клево. Вот мне никто не нужен. Вот Денька со мной рядом, мы вот ездим. И я, ну, как бы, когда он маленький был, у меня такое ощущение, что я такая одна с ребенком, да, там еду. И мне все время хотелось какой-то компании вроде бы как, ну, как бы помощи, да, там, кто там за ребенком посмотрит, еще что-то. А сейчас вот настолько мы уже общаемся, да, там, покупки какие-то вместе покупаем. Он выбирает все сам себе, да, что купить. Что-то хочет говорить, игрушки сам себе вообще без проблем выбирает. Вот, и нет такого, что он у меня там просит все подряд в магазинах, там, да. И, короче, у нас коннект, и мне по кайфу. Вот уже такой возраст, да, 5 лет, и я чувствую, что мы с ним вдвоем уже. Не я одна с ребенком выхожу, а мы с ним вдвоем выходим из дома, планируем как время провести. Вот, еще чуть-чуть сейчас ему будет в кино интересно. Мы, блин, постоянно с ним будем гонять в кино, в театры какие-то. Как раз закончится вся эта, вся эта, все это сумасшествие в нашем мире, да. Вот, и он еще чуть-чуть повзрослеет. И, короче, мне клево с ним. И уже даже клево даже куда-то путешествовать хочется тоже вместе, понятно. Ну, это не то, что вместе, еще пока что сложновато вместе путешествовать, да, потому что все равно тебе нужно думать, там, чем ребенка накормить, там, то, еще. Он у меня мало что ест, он у меня такой привередливый, да. Там, ну, короче, в поездку просто, если едешь, хочется как-то обращать внимание больше на, куда ты приехал, да. А когда я с ребенком, у меня все внимание направлено на него. Но тут уже по Ростову, допустим, мы ездим куда-то, да, даже в Москву на поезде. Мне комфортненько с ним, ну, как-то уже, видимо, свои родные края, да. Ничего такого новенького, удивительного я тут не вижу, да. А если вот куда-то за границу ехать, то, конечно, вдвоем еще рановато. Вот, но я жду того момента, когда уже будет настолько вот, настолько все по-взрослому, да, что мы сможем с ним вот так вдвоем прям ездить. Хотя, не, всегда хорошо с кем-то еще делиться впечатлениями. Вот, так что, короче, по кайфу. Сейчас мы сходили в магазин вместе, тусанули. Сейчас пойдем в Макдональдс, сейчас включу сериальчик. Он может со мной кинульки, сериальчики какие-то смотреть. Ну, не все ему, конечно, заходят, но какие-то нравятся. Будем есть бургер, сидеть и смотреть сериалку, глазить по сторонам. Потом поедем домой. А, еще надо заехать, что-нибудь домой покушать взять. Вот, приедем домой, включим мультики. Мы вчера все поубирали. Деня вчера попылесосил дома, свою комнату и в зале попылесосил. А мне говорит, мама, я говорю, давай я тебе помогу. Он мне говорит, мама, иди смотри фильм и ешь чипсы. Вот, думаю, что он мне сказал, семечки, чипсы. Говорит, и ешь чипсы. Не надо мне помогать. Короче, ему понравилось еще пылесосить. Он расстроился, когда батарейка села на пылесосе. Так что, главное научить его сейчас хорошо пылесосить, чтобы он пылесосил добротно. А то пропускают там углы некоторые. Но сам факт, что... Раньше просто боялся пылесоса, так не, не, не хочу к нему подходить. А сейчас я ему дала в руки, он включая, ему теперь нравится все. Не страшно уже. Вот, так что клево, классно. Вообще, я хочу поехать в Турцию. Очень давно хочу поехать. Там для детей всегда все очень клево. И там, по-моему, погода хорошая. Сейчас. Сейчас и на Новый год, по-моему, там хорошо. Короче, мне больше хотелось поехать. Но я знаю, что какие-то космические деньги все это сейчас стоят. Тогда, когда я ездила, еще было прилично. Вот. Плюс мне еще загранпаспорт надо сделать. Он у меня просроченный, представляете уже. Все. Надо вот этим заняться, потому что вдруг спонтанно получится поехать в Турцию. Сейчас Люси поехала в Турцию тоже с ребенком, с мамой. Клево там. Встретились с подружками. Встретились с подружками в Турции. Короче, классно. Вот. Мне немножко боязно, на самом деле, в такое время сейчас куда-либо выезжать вообще. Даже в другие города куда-то, да. Тем более за границей. Вот. Но, короче, не знаю. Спрошу, как там, что. Ну, люди летают. Короче, не знаю. Либо пережду. Вообще, у меня такая мысль внутри переждать весь этот момент. И уже, наверное, в следующем году, там, в середине, может, следующего года, к концу следующего года, я думаю, что все наладится. И мы получим больше свободы. Вот. А пока что так. Поэтому я и не планирую особо какие-то поездки или еще что-то. Ну, так, потихонечку здесь вот, как это в песне поется, ту-ту-ту-ту-тю-ти-то суичу, по месту суичу, то, куда хочу, по месту суичу. Что-то такое, не помню точно текст. Вот. Короче. Так, что-то я как-то повернула странно. Нам же нужно в Макдональдс. А у нас прям возле дома Макдональдса нету. Короче, вот такая у нас романтика с Дынечкой. Он там кушает. Я кушаю. Шириал включила. Эти. Жена олигарха очень мне нравится. Короче, покушаем, потом домой пойдем. Короче говоря, вот. Вот такую еще кофточку взяла. Тоже на 116 размер. За 18 рублей. Так она стоит 300. А стоило вообще 500. А я за 18 взяла. Прикиньте, какой бонус. Вот. Ну и вот наш костюмчик. Он похож чем-то, знаете, на такой рабочий какой-то костюм. Но мне нравится, не знаю. Деньке очень идет этот цвет. А вот, смотрите, как у нас кофе готовится. Давай, День, включай. Вот как оно работает. Покапало. Это кофемашина. Все полное, видишь? Водичка. Водичка закончилась? О, надо водичку еще налить. Наливай вот эту сюда. Ага. Так. Ой, потекла. Смотри. Скорее. А здесь уходит, а туда идет. Так, а что я еще купила? Смотрите, я купила свою колумбию любимую. Самый мягкий кофе, который есть. Купила ирландский крем и взяла, наверное, 20 грамм. Это ирландский крем, только в этих, в зернах. Если кто видел распаковочку мою, а может еще не видели, ее, наверное, еще нет. Короче, я купила себе кофемолку ручную такую. Вот взяла на пробу именно в зернах, чтобы помолоть и сразу заварить. Ну что, девочки, заказ на завтра еду я сделала, а на сегодня там меня надо побаловать. Я заказала роллы. Короче, дали мне в подарок вот такой вот морс. Какой он тут из черной смородины. Главным образом сделала заказ из вот этих вот сладких роллберри. Я их обожаю просто, этот десертик. Очень. Ну и заказала здесь две порции роллов. Сейчас достану, покажу. Хотя, вы знаете, я не голодная, но вот в Филадельфии у нас получается сыр, а здесь с креветкой Калифорния. Так что сейчас перекушу, пока они свежие. На завтра что-то оставлю, потому что мне аж к обеду принесут мой комплекс. Девочки, ну вот вам, пожалуйста. Дэнни разлил вишневый сок. Я не знаю. Сейчас кипячу чайник, буду сейчас поливать кипятком. Вот так вот всё, чтобы отходило всё. Это как иначе, красное просто. Ужас. Не знаю, девочки, что из этого выйдет. Пусть потом лучше высыхает. Будет очень много воды. Не знаю, будут ли разводы. Надеюсь, что нет. Ну, а как по-другому, я не знаю. Офигеть, сколько воды, господи. Короче, сверху начала тряпкой протирать вот так. Горячее всё, конечно. Хоть немножко впитать. Но вроде бы, не знаю, надеюсь, не будет разводов. Это надо уже будет смотреть на сухом. Пусть хоть два дня высыхает. Главное, чтобы не было разводов. Короче, кипяток вот убирают эти все цветные штуки. Всем доброе утро. Еле проснулась сегодня в садик. Вчера очень плохо засыпала. Хотя не пила ни чай, ничего. Не знаю, но бывают, наверное, такие какие-то мысли. Что-то тебя крутит, крутит. И, во-первых, я сериал досмотрела. Первый сезон. Вот эти. Жена олигарха. Не могла вчера остановиться. Прямо ржала. Не могу. Вот где-то прям с 10 серии, наверное, всякие такие приколюхи начинаются. К концу вообще ржак. Я не могу. Вот прям рекомендую. Мне очень понравился сериал. Не так, чтобы прям там экшен, захват. Но он такой легкий, веселый. И реально шутки некоторые прям вообще заходят. Прям вообще зачетный. Ха-ха ловлю. Даже сама с собой. Обычно сама с собой не смеюсь. А тут вот Денька спит. А я смотрю, думаю, нет. Я досмотрю. И классно, что короткие серии. Там по 21, по 25 минут. Вот. Легко так смотрится. Так что жена олигарха, посмотрите. Русский сериал. Вот. Сейчас пью кофе. Я уже еле-еле, правда, встала. Потому что я легла, уснула, наверное, где-то полтретьего. Представляете, полтретьего. Я вообще обычно в 11 там уже десятый сон вижу. А тут полтретьего еле уснула. Сейчас пью кофе. Уже с субботы на понедельник себе составила список целый дел. Вот. И решила сегодня не везти машинку свою в сервис. Потому что сегодня у меня реально вот я сейчас с утра прям выйду из дома. Буду забирать посылки все. А потом приду домой, проведу себя в порядок. И мне нужно будет снимать. Я боюсь даже, что у меня сил не хватит все это снять сегодня в один день. Вот. Но хотелось бы, конечно, успеть снять все это дело. Поэтому сегодня целый день будет такой рабочий. Вот. Вторник у меня бровки. Я записана. Ну, а в среду, наверное, я так думаю, сделаю себе выходной. И поеду машинку отдам. Может быть, и с Денькой поеду вместе. Может быть, в среду с Алик не пойдем. Посмотрим. Вот такие вот баланы на сегодня. Короче, я еще не проснулась. Как видите, я еще такая вся сплю. Так, ну что, мои хорошие. Опять я одела свой любимый костюм. Ну, не знаю. Вот нравится мне. Мне сейчас вот погода такая вообще не хочется, честно говоря, сильно выряжаться. Мне сейчас нужно просто выскочить на почту. Выскочить в СДК. Выскочить на Вайлберес. Быстренько все это там раскидать и прибежать обратно домой. Мне вообще не хочется ни расчесываться, ни краситься, ни одеваться как-то там супер. Быстренько натянула, выбежала, прибежала домой. Все. И мои самые любимые костюмы ходовые. Самый любимый цвет, который не пачкается. И теплый, и не пачкается. И комфортно себя чувствую. Вот. Так что пока что вот такая я вся в одном и том же. Нет пока что даже особого настроения. Но щички новые люблю. Поэтому они прибывают, прибывают. И будет очень много новых распродаж. Потому что вещи, которые новые приходят. Я там заказываю что-то похожее. Естественно, я теперь стараюсь, чтобы у меня было все, как бы, знаете, ну, по одному экземпляру как-то вещи, да. И как бы приходится мне все время делать выбор, да. Какую вещь я оставляю из тех, которых заказывала. Вот. Так что вот сейчас у меня пришли с Шеин уже новые вещи. Я заказала много верхней одежды. Поэтому скоро будут распродажи, девочки. И у вас будет уникальная возможность взять какую-то верхнюю одежду с очень-очень хорошей скидкой. Поэтому следите за распаковочками. Там очень много крутых новинок. И я все-таки буду что-то продавать. Не буду же я копить все вещи, правильно? И мне хорошо, и вам хорошо. Еще хотела поделиться с вами. Сейчас общаюсь с девушкой в инстаграме. Она профессионал из города Находка. Вот. По парикмахерским всяким вещам. И вот как-то она так расположила себя, что очень много мне советуют. Дает очень много лайфхаков. Что мне сделать с волосами. Попробовать, как добиться красивого блонда. В общем, как-то убедительна она в этом во всем. И, в общем, я уже купила и маску, которую она посоветовала. И бальзам оттеночный, который она посоветовала. Которым она тоже пользуется. Вот. И клиентов своих. Ну, в общем, чистку для лица, чистку для волос. Мне очень крутую посоветовала. Я вообще отдельное видео сниму. Мы почистим наш блонд. Сделаем офигенный уход. И еще добавим туда оттеночка. Прибьем желтизну. Вот. Короче, куча всего. Затонируем все новыми красками. Буду пользоваться. Она на Матриксе работает. Его советуют. Короче, рецепты мне такие всякие разные посоветовала. В общем, будем потихонечку все это дело экспериментировать. И всякие разные лайфхаки вообще, которые упрощают. Вот. Можно сделать и бюджетный вариант. И причем очень даже самый хороший. Короче, работая на простых каких-то материалах, делаем люкс-косметику. Короче, в общем, на этом канале все это будет у меня с волосами. Потихонечку. Я, наверное, перейду на порошок все-таки. Боже мой. Потому что мне надоели эти желтые корни. Мне хочется как-то чистый-чистый блонд. Да. И она тоже мне сказала, что, конечно, на 9% с порошком. Это жесть. Не надо так. Я не буду. Сегодня Денечка отправился в садик уже в своем новом костюмчике. У него там что-то, если мешает, он такой так быстро раз, расстегнулся. Руку засунула, поправила там штаны свои. Внизу застегнулся. Вообще так просто. Мне так нравится этот комбез. Мне кажется, я себе такое хочу. Единственное, что если он захочет в туалет, ну вот прям, да, лучше перед этим сходить. Прям обязательно. Кто в комбинезонах, детки, да. Потом вот снимать. Вот это, наверное, целое дело. По-быстрому не получится. Ну, посмотрим, что воспитательница будет говорить. На ренже у меня, кстати, вот, девочки, вот так вот зависло. Представляете, вот я включаю, и все. Вот написано Range Rover, и все. И никак он не реагирует вообще абсолютно. Ни на музыку. Вот часики даже встали, неправильно показывают время. Сейчас 10 часов, пол 11-го. А они вот так вот показывают. Короче, что-то там сбой какой-то произошел. И все, и что бы я ни нажимала, любые кнопки, долгое нажатие, короткое нажатие, ничего не реагирует. Вот так вот оно зависло, и все. Я сначала позвонила в Техно. Мне сказали, попробуйте там клемму, короче, клемму одну отцепить и прицепить на этом, на аккумуляторе. Но мы пробовали так, и не получается. И ошибку выдает вот этот вот обрыв оптоволокна какого-то. Где этот обрыв случился, вообще непонятно. Это будет уже электрик разбираться их там. Мой электрик сказал, не буду браться. Это слишком много разбирать придется. И не факт еще, что он там сделает это все дело. Лучше уже сразу в сервис. Ну, у него просто гараж у электрика, к которому я обращаюсь. У него большой опыт, да, и рейндж-ровер у него был тоже. Но у него маленький гараж, и у него нет возможности там сильно разбирать эту машину, ковыряться с ней там несколько дней. Поэтому, говорит, езжай туда сразу. Так что пока что на среду я это все дело откладываю. А, еще сегодня у меня лекция по коучу, новая. Суббота, воскресенье, выходные были. Лекция. Так, все. Это я смотрела сериал этот, а жена олигарха, и она там все время... Шанти, Шанти. Как ее звали? Я забыла, главную героиню. Как ее звали? Альбина. Альбина. Альбина какая-то там. Шанти, Альбиночка, Шанти. Все, все. Это типа расслабляемся в моменте, сейчас настраиваемся на космос. Вот и я такая буду себе говорить все время Шанти, Селеночка. Шанти. Это значит, что это не торопись никуда, не вспоминай, что было там в прошлом, не беги за будущим, будь в настоящем. Шанти, Селеночка, Шанти. Ой, выехала, девочки, я. Молодец, огурец вообще. Просто все документы забыла. Представляете? Благо, что оплачивать можно что-то с картой, перевод делать онлайн Сбербанк там, или оплачивать Сберпэй вот эти, да? Ну, паспорт забыла. Вообще, еду сейчас без документов за рулем, офигенски. Ну, хорошо, я недалеко, во-первых, выезжаю, а во-вторых, мне сейчас не выдали посылку мою с СД, как прикиньте. Она говорит, только, и даже фотография моих прав не подходит. А вот сказала все, оригинал паспорта, и все тут, понимаете, поэтому я сейчас заеду там мой запаспорт, и вернусь сюда опять, мне надо посылку кровь из нос получить. Ой, все, вернулась, девушка говорит, ну, давайте мы вам оформим, так что вы тоже по СМСке получали, как на почте. Я говорю, давайте. Ну, что-то долго не шла СМСка, говорю, давайте я лучше заполню. Это долго. У меня на почте быстрее все получается, чем в СДКе сейчас. Ну, не знаю, тоже система висит, и я хотела пошутить, как на почте. У них на почте же постоянно все висит. Так, все, осталось мне на Байлбери заехать и зайти на аптеку, на в аптеку. Зайду на в аптеку, куплю кое-что для своих следующих видео. На Байлберис еще жду, очень много ухода будет, всякого разного классного на Байлберис. Как раз что-то тестирую, чтобы вам что-то сказать о продукте, да. Что-то только закажу, только придет, а что-то уже протестирую. Вот, все, и буду ждать еду, скоро они уже приедут. Через часик. Я, кстати, кофе заехала, купила, но забыла, что я брала по 400 миллилитров. Представляете? Я говорю, 250, ну да, 250. Только маленький мне дает стаканчик. Я говорю, ой, блин. Я по 400 обычно брала. Он говорит, давайте еще сделаем. Я хрене. Не на мне столько кофе, то сердце выпрыгнет потом из груди. Давно не брала. Ой, там, такая точечка. Точечка. Такая точка с кофе, короче. Вот они вкусненько делают кофе. Там вообще очень приятный. На сельмаши. Я там работала. Где у меня шоурум раньше был? Я вот так и нашла. Когда у меня был там шоурум, я открывала. У меня ночью вчера такие идеи были вообще. Слушай, надо будет сегодня обсудить, где такое с кем еще. Я как ложусь спать. Я же вчера не могла уснуть, блин, до трех ночи. Вот это. И у меня как сыпятся идеи. У меня ночью всегда идеи сыпятся. Всякие сыпятся. И у меня прям инсайты. Если я не запишу, я забуду. И буду думать, блин, что-то такое важное. Что-то такое нереальное. Я забыла. Надо записать. Короче, у меня творчество просыпается ночью именно. Кстати, девочки, смотрите. Вообще никаких разводов. Никаких пятен розовых нету. Все. И уже сухое, кстати. Да, вчера, получается, я сделала. Уже сухое все. Так что пользуйтесь. Это мама меня научила. Так, чуть-чуть задержались сегодня с доставкой. Я сидела и ждала. Оказывается, курир мне не мог дозвониться. Так, ничего. Мне не потекло. Уже все остыло. У нас здесь борщик красный. Надо было два, блин, заказать. Потому что завтра и послезавтра я не смогу заказать еду. Меня не будет в день. Ну, вот в это время доставки. Короче, супчик с чечевицей. Борщик. Это салат витамины с капусточкой. Это оливье. А, нет, крабовый салат. Так, левушек белый и черный. Тут две порции такие. И на второй у нас здесь пюре и отбивная курица. И, по-моему, еще кусочек корки. Это на один. А на второй у меня здесь... А, рыбная котлетка и рис. Ну, так-то не забываем, что у меня еще роллы остались со вчера. И еще вчера сырники делала в ОК и покупала. Их греешь. Там вообще очень вкусные сырники. Тоже у меня остались еще. Вот. Так что я думаю, как-то это все дело растянуть. А в среду в любом случае с утра я уезжаю. Прям даже, может быть, с малышом. И где-то мы будем кушать. Где-то непонятно где. А может быть не с малышом. Может быть, Деньке все-таки в сад отдам. Хотя, да, мне все равно надо рано встать. Что это он? Пойдет в сад в среду. Поеду одна. И вот на этот. И почему там шататься? Денью классно не везти в сад, когда мы можем спать, блин, до последнего. А так, если мне нужно к 9 туда поехать, по-любому надо встать. Все его траблим. Отвезти в сад его. Короче, вот такие вот дела. Вот единственное неудобство с этой доставкой, это то, что они доставляют только в определенное время, либо к ним нужно ехать, да. Ну, мне неудобно там выезжать. То есть, и в это время, допустим, в 2 или в час у них вот эта доставка по моему адресу. Нужно быть дома. А была бы у нас консьержка. У нас, блин, какие-то соседи все консьержку как-то не хотят. Экономят. Думают, на консьержку много денег потратят. А я считаю, что консьержка вообще очень важна. И оставит что-то, и ключи там, и проследит, и проконтролирует. Вообще, я знаю, в каких домах есть консьержки. Они, блин, лучше охраны работают, честно. Тем более у нас такая охрана. Короче говоря, я хочу консьержку. А соседи не хотят консьержку. Я в шоке. Ну, не все, конечно. Некоторые хотят, но большинство, по-моему, против. И поэтому у нас нет консьержки. Место для нее есть. Может, когда-нибудь созреют? Ладно, пошла снимать. А то у меня все застопорилось. Именно потому, что я иду эту ждала. Мне за ней надо спускаться вниз. Они прям в квартиру не доставляют. А, и борща надо поесть. Блин, надо поесть тогда. Короче, сейчас и борща поем сначала. Потом пойду работать. Субтитры сделал DimaTorzok